добрый день большое спасибо за терпение и в общем-то это практически последняя сессия я попытаюсь говорить кратко интересно у нас будет короткий доклад о клинических исследованиях хирургии но конечно за 15 минут мы не сможем рассказать обо всем процессе подготовки клинического испытания я просто расскажу о цифрах о буквах и наиболее важных моментов что касается цифр фактически почему я стою здесь не потому что я эксперт единственное почему и причем потому что я проводил одно мультицентровое контролирование рдмс испытания у нас более 500 пациентов в исследования и мы сравниваем дту где 3d секцию при раке ободочной кишки у нас 12 центров и может быть у нас даже лучшие результаты чем предполагали мы не эксперты в клинических испытаний математики это просто наш опыт и я хотел поговорить вдохновить вас я хочу спросить кто из вас хочет провести клинические испытания пожалуйста поднимите руки кто об этом думает на действительно хорошо и дело в том что три года назад у нас не было никаких рандемизированных исследований центре у нас не было пациентов центре и умы удивительно что информацию от нас иногда скрывает до какого-то возраста но я надеюсь что здесь нет детей в аудитории но дело в том что в к мы можем в конечном итоге делить на нуль и мы сравниваем девятнадцатый год шестнадцатый год фактически мы стали бесконечно лучше то есть не значит что мы делаем все но каждый может сделать первый шаг от нуля до любого числа это будет бесконечность поэтому это в общем сложно и мы боимся делать первый там но это хорошо потому что тогда вы ставите лучше бесконечное множество раз и мы сравним себя с самыми с самыми с самыми себя несколько лет назад мы хотим добиваться прогресса мы хотим развиваться единственный способ прогресса вот эти цифры все знаете их я думаю это математическое уравнение если мы делаем 0.99 усилий каждый день в год то мы получаем результат 0.03 если вы добавите немножко усилий 1.01 тогда у вас будет мощность 37.8 поэтому разница огромная разница фактически небольшая разница которая повторяется каждый день это небольшие усилия однократные усилия это то что мы делаем постоянные по разному и каждый может это сделать это в общем просто очень небольшая разница вот это цифры которые у нас есть а что касается букв эти буквы это аббревиации сокращение которые вы должны знать если вы проводите испытания это спирит это руководство по протоколу как писать протокол это очень легко понимать 40 страниц там примерно поэтапно вы должны знать что в протоколе как организовать протокол что туда включать если вы хотите опубликовать протокол обратитесь к руководству спирит и все будут рады опубликовать протокол без корректив потому что мы использовали руководство спирит прежде чем мы начнем испытания мы этого еще не делали мы должны также учитывать руководство консорт для рандомизированных испытаний и опять же все четко очень просто поэтапно написано что вы должны отмечать что вы должны избегать и за 15 минут конечно мы не будем это все рассказывать но действительно если вы хотите начать испытания загрузить это руководство получите базовой информации очень много опубликованных протоколов других исследований если идет другой исследование вашей области или в другой области такого же дизайна пожалуйста вы используете эти другие протоколы это не секрет это не ракетостроение все просто поэтому фактически вы должны принять понятие усилия это время и таким образом вы можете провести исследование получить протокол что наиболее важное воспитание наиболее важно что вы будете его проталкивать вот как этот бедный парень который вот этот камень по горе толкает это требует времени энергии подготовки вы должны быть готовы если мы быстро рассмотрим прогресс за 15 минут это невозможно все начинается с идеи у нас очень много идей и поверьте мне нет дефицита идей есть дефицит людей которые хотят заниматься исследованием что касается идеи вот 10 идей можно назвать прямо сразу начало исследования вы должны формулировать гипотезу это то как научная работа проводится это вопросы ли это утверждение с бинарным результатом на первом мальчике девочки два ответа вы либо отклоняете гипотезу его принимать это основной вопрос испытания вы должны найти конечные точки очень важно первичная конечная точка всегда это единица единственное число нет испытаний со множественными первичными она может быть точка она может быть сложной но она одна это определяет разбор выборки это очень просто разбор выборки должен быть достаточно для найти первичную точку конечную точку с точностью то есть одна одно число одна первичная точка может быть даст множественные вторичные конечные точки но это всегда одна а дизайн какой дизайн поможет нам допустим отклонить или принять гипотезу и определить конечные точки с достаточной точностью это сложно но конечно это не ракетостроение много опубликованных испытаний никто не изобретает ничего нового мы должны рассчитывать размер выборки потом если у вас 2000 пациента вы поймете что просто у вас не хватает возможности в гипотезе в больнице вы измените гипотезы не пытаетесь определить пока вы не расчет не рассчитываете ваш размер выборки потому что большинство испытаний фактически должны и остановиться потому что невозможно вас привлечь людей затем начинайте писать протокол это требует времени это не очень сложно если у вас есть руководство спирит то вы сможете написать хороший протокол затем вы должны создать форму с и рэвка где мы регистрируем все данные которые мы анализируем это требует времени но в общем то достаточно просто пытайтесь привлечь людей у нас должен быть регистр клинических данных мы должны определить правила прежде чем мы привыкаем первого пациента мы должны знать какие данные мы собираем как мы их анализируем какова гипотеза что мы будем делать иначе будет предвзятый анализ анализ от хок это анализ данных которые вы уже видели вы собираете данные затем вы сравниваете группы допустим а и б и таким образом вы получаете значительную предвзятость и поэтому все анализы должны быть определены вашим протокол до привлечения людей и таким образом данные будут надежными и интересными иначе это будет хакерство как вы когда вы будете сравнивать после того как вы получили результаты я знаю что в россии мы часто получаем данные а потом рассматриваем данные задавая какие-то множественные вопросы если вы подумайте что такое значит пи точка 0 5 это происходит только в пяти процентов слушать если вы проверите 20 гипотез по крайней мере одна будет пи меньше чем 0 5 и таким образом у вас будет как бы хакерство у вас будет слишком много гипотез и иногда это неизбежно но мы должны понять что у нас будет в этом случае предвзятая информация и в общем то до первого пациента вы фактически сделали много но ничего не сделали вы открываете новые центры если это рандомизированные испытания вы должны иметь множество центров вы должны обучать других людей говорить им что делать как делать может быть недостаточно времени мы этому уделили мы будем координировать центры мониторинг проводить данных которые будут зарегистрировать форме с рф и следующее вы можете чтобы вы не сделали у вас будут ошибки и на нашем во время нашего второго или третьего визита мониторга практически мы чуть не плакали потому что столько времени мы затратили и мы люди видели что люди всякий разрушает все это но вы должны восстановиться все можно исправить пожалуйста не впадайте в отчаяние двигайтесь вперед потому что когда-то все может быть исполнилось испорчено вы должны понимать что люди будут не соблюдать протоколы будут такие проблемы вы должны быть эмоционально готовы что очень важно в этом случае поскольку мы говорили о технических вопросах мы идем поэтапно это не слишком интеллектуальная работа это просто требование самое важное что вы не можете толкать этот камень если вы попытаетесь сделать все один то эта работа слишком большая вам это не удастся сделать это требует различных навыков возможности мне сказали что это было будет сессия молодых хирургов и я думала что они знают эту картину кто знает вот эти компьютерные игры я думаю что я сам старый был здесь это руки игры где есть опыт где есть герой и вы можете определить некоторые возможности героя например это дерево героя в одном из игр и одна из точек ограничена то есть вы не можете быть и сильным и умным в игре вы можете быть тяжелыми медленным или легким и быстрыми и то же самое у нас осуществляется вы не можете хватить вы должны разделить работу и ответственность и я думаю что это общая общая модель который мы используем спонтанно и поэтому в нашей игре есть определенная терминология с которой вы наверное знакомы есть человек который называют танк он фактически принимает весь вред на группы и у нее хорошее вооружение он медленный но у его основная роль это решать все проблемы другие люди восстанавливают вот этого танка и затем есть меч и люди которые фактически ходят вокруг что же происходит в реальной жизни это ваш начальник это человек который имеет административные такие доспехи в нашем случае это профессор карачун и он принимает на себя весь административный риск и он пытается каким-то образом разработать новые центры он не знаком статистика ему это не важно потому что если бы он пытался это сделать это бы не удалось другие компенсируют это они представляют эту информацию это не полезно с денежной точки зрения но просто этим занимать другой членка это член команды мяч я думаю вы знаете и она очень умная она хирург но она занимается статистикой она единственный член команды который знает все по статистике мы не беспокоимся потому что она занимается статистикой два человека александр олкалан который фактически говорит с пациентом получает данные и за выполняет рф данные они не занимаются администрирование статистикой и эта команда фактически что вам надо не пытайтесь проводить исследование в одиночку найдите начальника который будет заинтересован если вы ординатор или если вы начальник найдите ординатор и проводите это исследование фактически в конечном итоге я должен сказать что проведение исследования конечно нелегкий процесс вы будете удивлены что это очень просто но этапы каждый этап очень прост нелегко просто организовать все это управлять этим но действительно это некое-то строение это поэтапный очень легкий подход и что важно в любой науке исследования в конечном итоге это люди потому что если у вас есть хорошая команда я говорил нашей команды я думаю что в каждом центре есть такая команда которая участвует в нашем испытании думайте о людях вчера мы говорили о регистрах и один из глав больницы сказал что я получаю все данные из компьютерной системы доктора вводят эти данные доктора ваши будут плохие данные мы сказали потому что если человек вводит плохие данные то результаты будут плохие подумайте о людях а мотивируйте найти те что то что будет интересно для них и что касается этих ошибок исправляя ошибки вы достигните успеха потому что таким образом вы можете не потерять энтузиазм а 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 Продолжение следует...